привет вы на канале дизайн социальных сетей здесь я рассказываю о создании контента в графических редакторах и тема сегодняшнего видео это 3d эффект для текста в программе adobe photoshop и для начала создадим новый документ размером 1080 на 1350 пикселей это размер стандартного вертикального поста для instagram я назову его fake 3d текст эффект что означает не совсем настоящий 3d шный эффект для текста на самом деле мы здесь не будем использовать инструменты 3d мы будем создавать имитацию 3d пространство и для начала я создам новый слой назову его gradient background то есть градиентный фон на этом фоне я буду в дальнейшем располагать все остальные элементы сейчас вы можете увидеть полосы градиентные в этом нет ничего страшного в дальнейшем мы это исправим далее я выберу инструмент текст и напишу произвольный текст произвольным цветом на самом деле цвета для этого проекта вы можете выбрать любые какие вам нравятся я буду писать основной текст вот таким приятным розовым цветом затем я сделаю некое выравнивание этого текста и растерирую его для того чтобы работать с ним как с изображением нажму сочетание клавиш kontrol т что означает свободное трансформирование и буду удерживая клавишу kontrol перетаскивать за углы этого изображения таким образом я буду изменять перспективу этого текста еще раз удерживая kontrol мы изменим перспективу то есть грубо говоря 3d положение нашего растрового изображения в следующем видео Затем мне нужно будет добавить некое подобие хайлайца, светящиеся кромки нашего будущего 3D текста. Для этого я буду использовать стиль слоя Bevel Enembows. Двойным щелчком по слою с текстом я открою стиль его слоя и применю стиль слоя Bevel Enembows. Режим наложения хайлайцев я для начала установлю на Normal и непрозрачность установлю на 100%. Режим наложения теней я установлю на любой и понижу до 0%. Глубину я установлю на 100%. Стиль Bevel Enembows у меня будет внутренний, Inner Bevel. И размер и мягкость, то есть Size и Soften установлю таким образом, чтобы у меня создалась вот такая белая приятная кромка для текста. Затем я дублирую этот слой, нажму на него на правую кнопку и нажму отчистить стиль слоя. Таким образом у меня появится дубликат этого слоя без примененных эффектов. Переименую его в тень и перемещу его под слой с текстом, на котором применены эффекты. Далее эффект объема я буду прибавлять следующим образом. На клавиатуре я буду смещать слой вниз и влево стрелочками. Затем дублировать его и вновь смещать вниз и влево стрелочками. Таким образом я буду создавать столь большое количество копий, которые понадобятся мне для придания 3D эффекта для текста. Затем я выберу все слои, которые я задублировал, с тенью. И для того, чтобы он выглядел более объемный, мне нужно будет слегка затемнить его. Я буду делать это при помощи настроек Hue Saturation с сочетанием клавиш Ctrl-U вызову это меню, слегка понижу яркость и насыщенность. В принципе текст смотрится уже довольно-таки неплохо, объемно. Но мы можем дублировать еще раз слой с тенью, назовем его тень 2 и применим к нему стиль слоя, зальем его другим цветом. Затем также клавишами на клавиатуре вниз и влево я смещу его по направлению объема нашего текста. Если текст у вас будет объемный вправо, то естественно смещайте стрелочками вниз и вправо. Продолжение следует... Наш текст выглядит уже очень объемно. Давайте создадим еще одну копию слоя с тенью и применим к нему стиль слоя, заливка цветом и установим любой произвольный цвет, который вам нравится. Также стрелочками на клавиатуре сместим еще раз, то есть придадим еще больше объем для нашего 3D текста. Теперь мы создадим легкое свечение для этой тени. Для начала выберем стиль слоя, inner shadow, то есть внутренняя тень. Установим режим наложения на normal. Я всегда советую поступать как? Установить сперва стиль этого слоя на 100% для того, чтобы отредактировать его настройки, а затем, если этот эффект слишком яркий, то понизить у него непрозрачность. То есть мы установим непрозрачность на 100%, поставим нужный нам режим наложения этого слоя, нужный цвет, размер и дистанцию, то есть size, distance. И затем мы слегка понизим непрозрачность этого слоя, для того, чтобы выглядело все более естественно. Затем мы применим такой стиль слоя, как outer glow, наружнее свечение. Также сперва я поставим непрозрачность этого стиля слоя на 100% и режим наложения на нормальный. Затем выберем нужные нам цвета, нужный размер и радиус. И затем также понизим непрозрачность этого стиля слоя. Сейчас наша картинка выглядит почти что завершенной. Также не забывайте, что вы всегда можете при помощи настроек adjustment layer, hue saturation, то есть тон насыщенность, поменять цвет любой тени. Затем над слоем с бэкграундом мы создадим новый слой и назовем его light, то есть свечение. Возьмем обычную мягкую кисть, непрозрачность и нажим на 100% и поставим вот такое пятно. Применим к нему motion blur и сделаем его по направлению перспективы нашего текста. И для того, чтобы это пятно выглядело более естественным, понизим у него непрозрачность. Для того, чтобы наш пост выглядел более завершенным, мы добавим дополнительный текст и дополнительные элементы. А чтобы убрать градиентную рябь, мы применим шум. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если было полезным и интересным, ставьте палец вверх. Также не забудьте подписаться на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok